С начала года экспорт отечественной продукции агропромышленного комплекса составил почти 4 миллиарда долларов. В пятерку товаров входят пшеница, мука, подсолнечное масло, семена льна и ячмень. Упор сделают и на развитие животноводства в части внедрения современных методов селекции, развития инфраструктуры, пастбищ и увеличения поголовья скота. Соответствующая концепция рассчитана до 2030 года. Выносливые и неприхотливые к погодным условиям. Альпийская порода коз все чаще становится востребованной среди казахстанских фермеров. Бекет Тусимбаев оставил работу в университете и уже несколько лет выращивает эту породу коз. По его словам, эти обитатели французских полей дают больше 5 литров целебного молока в день. Сейчас у предпринимателя две сотни голов животных. Стоимость одной козы достигает 200 тысяч тенге. Вначале многие люди жаловались на высокую цену породистых коз, но она оправдана. Животных доставляли из Франции. С 2019 года я веду ютуб-канал, где рассказываю об альпийских козах. В поисках новых знаний я выезжал в Европу. Изучал, как за рубежом ухаживают за этой породой. Помощь фермерам в разведении племенных пород животных оказывает и государство. Ежегодно предприниматели могут получить субсидии для занятия животноводством. К примеру, только на этот год Минсельхоз заложил больше 400 миллиардов тенге. С начала года поголовье КРС в стране увеличилось почти на 3%. Овец и коз стало больше на 4 лошади, на 8%. Верблюдов стало больше на 5%, а птиц на 9,5%. Есть также субсидии животноводства и производство животноводческой продукции, таких как молоко, мясо птицы, либо приобретение племенных пород, племенных видов животных, коров, баранчиков. Мы здесь планируем выделять средства для лизинга, новой сельхозтехники, приобретения импортных пород скота для развития отечественного молочного производства и модернизации техники. Казахстан в сельскохозяйственной отрасли – одна из ведущих стран мира. Основные экспортные товары – пшеница, мука, овощная и культура мяса. Полного обеспечения внутреннего рынка достигли и по подсолнечному маслу. Есть потенциал для увеличения поставок продукции в соседние страны. У нас порядка 35 стран активны, куда мы экспортируем свою продукцию. На сегодняшний день основная из таких приоритетных позиций – это подсолнечное масло, которое пользуется спросом. И причем последний год те принятые государством меры по развитию именно переработки подсолнечного масла, по развитию семян подсолнца и производства подсолнечного масла рафинированного, дали свои результаты. Сегодня в стране разработан нацпроект по развитию агропромышленного комплекса. До 2030 года планируют увеличить экспорт продукции АПК в три раза, повысить производственность труда в сельском хозяйстве, а также в четыре раза увеличить приток инвестиций в отрасль. Тамерез Билял Алмасаду Ақасына Рызбай қорманғазы хабар 24.